Мы продолжаем наши уроки по главе Лех-Леха и краткое содержание предыдущих уроков. Мы разбирали отрывок, в котором Тора показывает, что произошло после войны Авраама, после его столкновения с армиями четырех царей, которых ему удалось изгнать из святой земли, отбить у них и пленников, которые они взяли, в том числе и Лота, своего племянника Лота, из-за которого Авраам и ввязался вообще в эти военные действия, и добычу. После всех этих событий, как и Тора, это пятнадцатая глава книги Берешит, самое начало, после этих происшествий было слово Бога Аврааму в видении. Обратите внимание, что здесь уже настоящее пророческое видение, это не голос, который слышал Авраам в начале, здесь уже полное, полного формата пророческое видение. Так вот, после этих происшествий было слово Бога к Аврааму в видении и сказано так. «Не бойся, Авраам, я щит тебе и награда твоя весьма велика». То есть тебе не следует бояться ни того, что эти цари соберутся снова силами и попытаются взять реванш, ни того, что, может быть, ты убил ни в чем не повинных людей. Здесь страх этот оставь. «Я щит тебе, я тебя защищу, и награда твоя весьма велика». Объясняю здесь, Раш, не бойся, что, может быть, ты растратил всю свою награду на те чудеса, которые произошли. Твоя награда весьма велика. «И сказал Авраам, Господи Боже, что ты дашь мне? Вот я отхожу в бездетную, а дымоправитель мой, это Элезер из Дамаска. И сказал Авраам, ведь ты мне не дал потомства. И вот мой домочадец наследует меня». «И вот сказано ему слово Бога такое, не будет он тебе наследовать, но тот, кто произойдет из чресла твоих, он и будет тебе наследовать. И вывел его наружу и сказал, посмотри-ка на небо, сочетай звезды, сумеешь ли ты сосчитать их. И он сказал ему, вот такое будет твое потомство. И он поверил Богу, и тот засчитал ему это в заслуги. И сказал ему». Дальше идут слова Всевышнего снова к Авраам. «Я Бог, который вывел тебя из Ур-Каз-Дим, чтобы дать тебе эту землю в наследие. И он сказал, Господи Боже, а почему же я узнаю, что я буду наследовать ее? И он сказал ему, возьми мне трех тевок, трех коз и трех баранов, горлицу и молодого голубя». Этот перевод последних слов, Тор-Ва-Гозаль, он условный. Мы это условно перевели горлицу и молодого голубя, хотя на самом деле слово, которое упомянуто в оригинале, Гозаль, это вообще птенец. Ну, перевели это мы сейчас не случайно, как молодого голубя, то есть птенца голубя. И он взял ему всех их и рассек пополам, и положил часть каждого против другой, а птиц не рассек. В чем смысл этих животных, почему их нужно было рассекать пополам, и почему именно этих животных? Простое значение этого отрывка Всевышний заключает союз с Авраамом. Так на самом деле это называется, брит бен абитарим, союз между половинками рассеченных животных. А рассечение животных, символика, его тоже более-менее понятно. Так в древности действительно было принято заключать союз, когда рассекали пополам животные, и люди, которые заключали союз, союзный договор, они проходили вместе между этими половинками. То есть они были двое, а теперь они вместе друзья, единый цех. Ну, почему именно эти животные? И уж если на то пошло, нужно было именно не просто взять две половинки какого-нибудь животного, а именно четырех видов животных, то почему тогда это три вида животных, а четвертый это птичка, или вообще здесь было пять птичек, торовый гозаль, то есть горлицу и молодого голубя, почему тогда птиц не рассекают, в чем здесь дело? Этот вопрос мы задавали и на прошлом уроке, и дали мы объяснение Раши. Сегодня мы посмотрим другие объяснения. Но перед этим еще несколько строчек по тексту. «И спустились коршуны на трупы, но Авраам отогнал их. И было солнце к закату, и крепкий сон напал на Авраама». Это особый сон, это пророческая дрема. И вот в этом самом состоянии сна, который неожиданно напал на Авраама, хотя было еще не поздно, солнце только клонится к закату, еще не ночь. «И вот ужас, мрак великий нападает на него. И сказал Бог Аврааму, ты должен знать, что пришельцами будут потомки твоим в земле чужей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но и над народом, которому они будут служить, я произведу суд, и после этого они выйдут с большим достоинством». То есть здесь приходит Авраам, и пророчество, приходит ему и предсказание, которое достаточно понятно, а именно предсказание египетского плена, египетского рабства и чудесного избавления из него. Но вернемся к вопросу о тех самых четырех животных. Рамбан, объясняя это место, сначала идет по тому же пути, по которому шел Раши. И источник обоих комментаторов он в словах наших мудрецов. А именно, мудрецы обратили внимание, что виды животных, которые упомянуты здесь, это те самые, которые используются в дальнейшем в храмовой службе. Так пишет Рамбан. «Почему разрезал их посередине? Чтобы заключить с ним союз». То есть Всевышний здесь заключает союз Авраамом, поэтому животные разрезаются. «Пройдя между этими рассеченными частями». В этом также находится и намек на то, то есть помимо простого значения, что здесь, с простой символикой заключения союза, здесь есть еще дополнительный намек. Какой? Что из этих видов будут приноситься все жертвы, как из животных, так и птиц. Поскольку вот то, что сказано последнее слово в этом стихе, то «гозаль» – птенец. Поскольку под птенцом, то здесь имеется в виду, понимается, именно птенец голубя. Почему же он назван тогда птенцом? Если это голубь, так скажи, есть слово «голубь» в языке Тур. Говорит Рамбайн, а птенцом он назван так потому, что из этого вида в жертву годятся только именно птенцы, детеныши. То есть взрослого голубя, в соответствии с законом, взрослого голубя в жертву не приносят, а приносят именно детеныша, птенца. Ну, а если бы Аврааму было сказано только птенец, то откуда же Авраам должен был понять, откуда же он знал, что имеется в виду именно птенец голубя. И хотя любые детеныши птиц тоже называются птенцами, таким образом Авраам мог взять любого другого птенца. Авраам сам понял, какой вид именно избран. Он сам здесь догадался, что речь идет именно о голубе. Или, другая возможность, возможно Авраам по собственному разумению выбрал птенца голубя, а Писание уже затем навечно избрало тот вид, который выбрал наш предок. То есть, либо Всевышний имел в виду здесь с самого начала именно голубя, и хотя он назвал этого голубя здесь птенцом, Авраам сам понял, что Всевышний имел в виду, что имелось в виду именно голубя. Либо Всевышний не указал ему точно какого птенца. Любого птенца. Любой птенец годился бы. Авраам выбрал именно голубя. И поскольку Авраам выбрал уже голубя, в дальнейшем в храме Аллаха Тора устанавливает, что именно птенец голубя годится в жертвы и никакие другие. И вот он понял, из всего этого Авраам понял, что именно эти же виды будут приноситься в жертву. А также он понял, что жертва не приносится целиком, а ее нужно будет разрезать. Каким образом? Жертва всесожжения Аллах, то есть та жертва, которая целиком сжигается на жертвеннике, она разрезается на части. Не целиком туша, а именно разрезаны на части. Шламим, мирные жертвы, ну они не приносятся там, только определенные части приносятся на жертвенника, все остальное съедается. Так для того, чтобы отделить, ну там тоже есть момент разрезания. Какой? Для того, чтобы отделить грудину и ногу. Также внутренний жир, который не съедается. Из очистительной жертвы, хотя жертву, которую люди приносят за грех, и из повинной жертвы, ашам, тоже врезается внутренний жир, который не может быть использован в пищу, и он сжигается на жертвеннике. А птицу не рассек. Что значит птицу не рассек? Если три вида животных, говорю трамбан, они были рассечены, и их половинки лежали друг против друга, то последняя, четвёртая позиция, это горлица и птенец-голубя, детёныш-голубя, то они лежали друг против друга и не были рассечены. Положил горлицу и птенца друг напротив друга, потому что они также использовались при заключении союза, но не разрезав их посередине. Ибо о каждой птице, приносимой в жертву, написано «не разделять». То есть, когда приносится в жертву, жертве, когда приносится из птиц, то вот там вот нету этого разделения, рассечения на части, которое принято с животными. Поэтому и здесь Авраам их не разделяет. Дальше сказано «и спустились коршуны на трупы». Как только есть ту же животных, тут же появились коршуны. И отогнал их Авраам. Здесь был намёк на то, что народы мира придут, чтобы отменить жертвоприношения. И потомки Авраама прогонят. Здесь снова приходит дополнительная информация, и это уже ещё более глубокий намёк на будущее, а именно то, что жертвы в храме вызовут в какой-то момент недовольство со стороны властей, недовольство со стороны народов мира. Они попытаются отменить, сделают шаги для того, чтобы прекратить жертвоприношения. В конечном итоге потомкам Аврааму удастся их отогнать. Дальше сказано «и вот ужас». Когда Авраам, сделав все эти приготовления, погружается неожиданно в сон, почти среди бела дня, среди бела дня, но, по крайней мере, ещё не ночью, а перед заходом солнца, вдруг на него нападает какая-то дрёма, которую он не может преодолеть, то ощущение его ещё до того, как к нему приходит пророчество о египетском плене, о египетском рабстве, то его ощущение описывается так. И вот ужас, тьма великая нападает. Пишет Рамбан, наши мудрецы, выводят отсюда намёк на четыре изграний. То есть снова появляется здесь та же тема, которая проходит красной нитью по всему этому отрывку Арба Мальхуёт, четыре царства. О четырёх царствах мы говорили в предыдущих уроках. Четыре царства имеется в виду четыре сверхдержавы, которые представляют собой всё строение человеческой истории до прихода Машееха, до полного избавления. Эти четыре царства – Вавилон, Вавилонская империя, затем сменившие их Персия, Греция и четвёртое царство – Эдон, или Римское царство, что он называет Мальхута Риша, то есть злодейское царство, нечестивое царство, точнее, если уже точно переводить. Вот здесь тоже намёк на эти самые четыре царства. Каким образом? Вот эти вот слова «ужас», «тьма», «ужас» первое, «тьма» второе, «великая» третье, и «падает», то есть то, что падает, давит, придавливает его к земле, вот это вот четыре изгнания. Пророк почувствовал в душе ужас. Первое было ощущение – ужас. Затем пришла тьма. Затем тьма возросла. А затем он ощутил, что что-то падает на него, как нож, а столь тяжёлая, что её просто не удержать. И сказано в Медраж, Ашетут Рамбан приводит источник. Это Медраж Берешит Раба. Ужас – это Вавилон. Тьма – это Мидия, то есть это Персидская империя. Почему тьма – это Персидская империя? Из-за которой потемнело в глазах у евреев от постов и телесных изнурений. Имеется в виду, что когда в Персидской империи Аман замыслил уничтожить всех евреев, то тогда Стеру Мордыхай объявили пост, и евреи в этих постах для того, чтобы попытаться отменить ту беду, которая отвести, ту беду, которая нависла над ними, проводили дни в молитве и в посте до тех пор, пока не потемнело у них в глазах постов. Великое – это царство Антиохов. То есть здесь уже речь идёт о сирийском греческом царстве Антиохов, и они передаются словом «великое», «величкое». Ну а падает, то, что падает, давит, вдавливает в землю, это Идо, последнее, четвёртое царство. Всё это было сказано, продолжает Рамбан, всё это было сказано Аврааму, поскольку Всевышний заключил с ним союз, передавая эту землю его потомству, вечное владение. И поэтому он сказал ему, что подарок будет неполный. Почему нужно было сейчас Аврааму в тот момент, когда заключается союз, рассказывать ему о тех неприятностях, которые ждут, мягко говоря, неприятностях, о тех больших бедах, которые ждут его потомка в дальнейшем в истории. Это Рамбан совершенно логично. Ведь все эти четыре царства, они просто где-то так существуют в истории. Помимо всего прочего, со всеми этими четырьмя царствами приходится еврейскому народу сталкиваться. И каждое такое столкновение заканчивается Галутом, изгнанием. В Вавилоне не изгнали еврейский народ, после разрушения храма в 422 году до новой эры начинается Вавилонское изгнание. Вслед за этим, пока еще еврейский народ находится в изгнании, власть переменилась, вместо Вавилона пришли персы. Столкновение здесь было не военное, но столкновение произошло в тот момент, когда Аман замыслил уничтожить еврейский народ, который был у него в подчинении его персидских царей. Затем еврейский народ возвращается в свою страну. Происходит следующее столкновение на этот раз с греками. Правда, греки не выгнали нас из нашей страны, но они завладели ей. И, наконец, четвертое. Рим, Эдон, снова сначала завоевание, а затем и изгнание, изгнание, которое длится до сих пор. Поэтому, говорит Рамбан, Всевышний сообщает сейчас Аврааму о том, заключается союз. Союз – это значит, что каждая страна принимает на себя определенное обязательство. Какое обязательство принимает на себя Всевышний? Передать Аврааму его потомкам святую землю. Как там и сказано, что я бог, который выбил тебя из Уркас-Дим. Из Уркас-Дим для чего? Для того, чтобы дать тебе эту землю. Но тут же Всевышний обещает, что этот подарок, этот дар передачи этой земли будет неполной. А что будут четыре изгнания, во время которых проработят его потомков и будут властвовать над их землей. Но лишь в том случае, если они согрешат, это не безусловно, это не обязательно. Это может пройти совершенно в иной форме. Если будет грех, тогда так и произойдет. Но если потомки не согрешат, будет иначе. А после этого он сообщил Абраму прямыми словами о другом изгнании, которое они потерпят первым. И это египетское изгнание, которое он получил в наказании, как я уже разъяснял. Здесь серьезная проблема. С одной стороны, вот это вот строение четырех сверхдержав понятно. По отношению к еврейскому народу это не просто четыре сверхдержав, как мы сказали, а это четыре изгнания, четыре порабощения. Тогда непонятно, почему эти четыре порабощения начинаются с Вавилона. Ведь самое первое порабощение было. Египетское. Почему тогда есть только четыре? А надо было бы пять. Это первый вопрос. Второй. Всевышний сообщает сейчас Аврааму, если смотреть по тексту то, что сказано, ты должен знать, как там говорится, ты должен знать, что пришельцами будут потомки твоей в земле чужой и их поработят и будут угнетать их четыреста лет. Но и над народом, которым они служить будут, я произведу суд, а после этого они выйдут с большим достоянием. Очевидно, совершенно, просто черным по белому, что речь идет здесь о рабстве в Египте. Значит, оно сообщается прямым текстом, черным по белому. А четыре царства, а четыре других изгнания, они идут только намеком через четыре вида животных. А почему так? Почему не все вместе? Почему не все вместе прямым текстом? Или почему не все вместе намеком? И слов Рамбана получается так. Поскольку все эти четыре изгнания, они необязательны, они могут быть, а могут и не быть. Все в зависимости от поведения еврейского народа. Если еврейский народ будет соблюдать свою сторону, свои обязательства этого союза, тогда этих четырех изгнаний не будет. Только в случае, когда будет грех, будут четыре изгнания. Поэтому о четырех изгнаниях, о четырех сверхдержавах речь идет здесь не прямым текстом, а только намеком. Что касается египетского изгнания, то по мнению Рамбана оно уже становится неизбежным, потому что оно приходит в наказание за грех Авраама. Что это за грех Авраама? По мнению Рамбана, и мы об этом подробно говорили на предыдущих роках, по мнению Рамбана, Авраам совершил ошибку, грех по ошибке в том, что он покинул страну Израиля во время голода и ушел в Египет и подверг свою жену тоже опасности. За это придется его потомкам расплачиваться рабством в Египте. Поэтому изгнание египетское, оно идет здесь. Рабство в Египте, оно идет здесь. Прямым текстом, очевидным, а все остальные только намеком. Нужно сказать, что вот эту вот символику четырех царств, увидеть их в животных, которые Всевышний приказал Аврааму разрезать, рассечь пополам, можно было бы эту символику увидеть и даже без комментариев Рамбана. Просто если обратиться к описанию этих четырех царств в книге Даниэля, а это источник наших знаний о четырех царствах, четырех сверхдержавах, то можно было бы увидеть там вот этот вот мотив четырех царств появляется несколько раз. И все эти отрывки мы зачитывали. Это сны Даниэля. Там появляются четыре царства один раз, во сне еще царя Новых Аднецера. Они появляются в виде статуи, которая имеет четыре части золото, серебро, медь и железо в перемешку с гончарной глиной. Затем они представляются как звери, а затем в третьем сне они представляются как животные. И вот там в этом третьем сне сон Даниэля там сказано так. На третьем году царствования царя Больша Цава приведелось мне Даниэлю видение. И под ним глаза я увидел, вот баран стоит над рекой и дворога у него. Задумался я, вот с запада идет козел по всей земле и не касается он земли и рог приметный между глазами его. И дошел он до барана дворога, которого я видел стоящего у реки, устремился к нему в ярости силы своей, свалил его на землю, растоптал его и не было никого, кто спас бы от него барана. И вырос козел чрезвычайно. И когда он стал сильным, сломался большой рог у него и появилось вместо него четыре торчащих. И когда Даниэль спрашивает, что же значение этого сна, в чем его разгадка, то ангел говорит ему по эмиссии человеческие, что это ведение к сроку конца. Дворогий баран, которого ты видел, это цари Персии и Медии. Поэтому у этого барана два рога. А козел это царь Явана, царь ионийцев, то есть греки, Александр Македонский. И большой рог, который между глаз его, это первый царь, ну и четыре, которые вылезают из него, это уже генералы Александра Македонского Диадохи. Дальше все ясно. Итак, те животные, которые показываются Даниэлю в качестве символов этих четырех царей, правда, ему показывается только три, потому что Даниэль видит этот сон в тот момент, когда это происходит. Третий год царствования царя Большацара. Большацара – это царь Вавилонский, то есть уже находится под властью Вавилона. Об этом ему сейчас показывать нечего. Поэтому показываются следующие три. Кто они? Это баран, это баран и козел. Баран – царь. Баран – это перси, перси и мидия. И козел – это царь Греции. По поводу четвертого, по поводу птичек, про это здесь Даниэль ничего не рассказывается, но, по крайней мере, козел с бараном, с ними с ними все ясно. Посмотрим еще одну деталь, и она тоже присоединяется здесь к общей картине, к этой общей мозаике. После того, как Всевышний обещает Аврааму, раскрывает ему необходимость изгнания и превращение в Египте. Он говорит ему так. «Но так же и над народом, которому они будут служить, произведу я суд, а после этого они выйдут с большим достоянием». Здесь есть некоторая проблема с переводчиками. Они, как обычно, сглаживают все острые углы в тексте. А острым углом является довольно странное здесь слово в самом начале стиха. «Вегамы тагое ашер и авон». Так же и народ, так же и народ, которому они, который его поработит, на котором они будут служить, я накажу. Слово «так же», оно всегда, слово «гам», «так же», оно всегда означает, что нужно что-то привнести. Если человек начинает свое предложение за слово «так же», «так же», «тоже», человек, скажем, говорит, что на уроке присутствовал тоже такой-то. Или я так же хотел бы сказать, что это значит, что я сказал одно, а так же я хотел бы сказать еще другое. Значит, если говорится в начале предложения «так же и народ, который будет, так же и народ, которым будет порабочать евреев, его я накажу», значит, Всевышний собирается наказать еще кого-то, а кого еще. Поэтому довольно странно вот это вот начало предложения за слово «так же». Переводчики все, посмотрел все переводы, которые есть, они все дружно сгладили этот острый угол, и все вместо слова так же поставили слово «и». И тогда все получается хорошо. Но над тем народом, которому они будут служить, я произведу суд. Но слово ты из песни не выкинешь, но пицыно же все-таки «так же». Так же имел. А что же это означает? Ватимзе к Раши. Раши говорит так. И так же, вот это слово «так же» означает, включая четыре царства, которые тоже будут истреблены за то, что порабощали народ Израиля. То есть, прямым текстом, то, что здесь Всевышний говорит Аврааму, что египтян, которые будут порабощать Еврея, ждет наказания. Они расплатятся за это. А намеком, через слово «так же», но так же и народ, который, «так же египтян я накажу». А кого еще помимо египтян? Четыре народа, четыре сверхдержавы, четыре царства, которые будут порабощать евреев. Опять, почему они идут намеком, почему они непрямым текстом? Да потому, что они могут быть, а могут и не быть. Если все будет хорошо, так их не будет. Но если будет грех, если будет изгнание, то они обязательно будут. И тогда, потом Всевышний придется разбираться и с ними, и наказывать их тоже за то, что они порабощают евреев. Отдельный вопрос, который, следующий урок, немножко непонятно. Если Всевышний хочет, чтобы эти четыре царства, а уж тем более египтяне, если Всевышний сам планирует, что они будут порабощать евреев, угнетать их, или, может быть, даже наказывать их за грех, то тогда почему Всевышний должен с ними разбираться? Почему он их должен наказывать? Они вроде бы как здесь исполняют только волю Всевышнего, за это, может быть, даже поощрение должно быть, а не наказание. Но это вопрос, который поднимают комментаторы. Вопрос очень серьезный. Мы его оставляем и вернемся к нашим баранам. Хотя у нас здесь не только бараны, у нас здесь еще и козлы. Есть дополнительный медраж, который тоже, говорит, связывает вот этих вот, связывает животных, рассекаемых здесь Авраамом, с четырьмя царствами. Сказано там так. Три тёлки – это Вавилон. А почему три? Которыми правили три царя. Вся грандиозная эта Вавилонская империя. Она была очень краткосрочная. В истории она занимает лишь небольшой промежуток времени. Три царя в ней было, на выходной царь, а в Вельмурдах и Бельшатца, последний царь, больше не было. Три козы – это Персия, которые правили три царя. Кир, Дарий и Ахашвирош. Даже здесь немножко укрупняет, потому что Дарьев было несколько, Ахашвирош и тоже было там, первый, второй, а может быть даже и третий. Но, по крайней мере, имён, крупных имён царей было всего три. Кир, Кореш, Дарий и Ахашвирош. Три барана – это Греция. А при чём здесь слово «три» из Греции? У греков явно там было никак не три царя. Потому что она завоевала три стороны света. И только Восток не сумел захватить. Известно, что Александр Македонский, после того, как его грандиозная империя распространилась действительно почти всюду, когда он направил свои стопы на Восток, то его, походу, очень печально закончились в Индии. Ему пришлось возвращаться и Восток ему захватить не удалось. Ну, а что ж такое торвы гузаль? То есть, вот этот вот горлица и птенчик. До сих пор всё, что мы приводили, все комментарии, которые мы приводили, они все считали это за двух птичек. Горлица, Голубок, Птенец, а Медра Шраба говорит не так. Торвы гузаль это и дом, то есть, это римская империя. Как это понимать? Торву Элаше Газлан, то есть, он маленький, маленький, как горлица, маленький, только что здесь и здесь игра слов. Гузаль, Птенец, слово Газлан, вор, грабитель. Что имеется здесь в виду? Значит, вот эта вот маленькая-маленькая невзрачненькая птичка, это вот грандиозная, колоссальная римская империя, которая во времена мудрецов, в то время, когда был этот мидраж записан, она правила чуть ли не полмира. Но римская империя была одно важное качество. И здесь мы уже начинаем соотносить национальный характер каждого из четырёх царств с теми животными, которые его символизируют. Так вот, если посмотрим внимательно на римлян, римляне были достаточно маленьким народом, страна их была небогатая, добились они в истории колоссальных совершенно успехов, но всё, что у них было, своего собственного, не было ничего. Всё, что у них было, они добыли мечом. Всё это было награблено. И материальное, и богатство, и все культурные ценности, которыми они пользовались, ничего своего собственного не было. Всё, что у них было, это у них было военная организация, захваты. Другие тоже умели воевать, безусловно. И греки умели воевать, и многие другие народы, но греки начали воевать только тогда, когда их атаковали персы, им пришлось защищаться. С римлянами не так. Римляне стали народом, римляне стали царством и империей только благодаря захватам. Поэтому так его и определяют здесь мудрецы. Тору, то есть сам он по себе маленькая плюговинкая птичка. А как же мы видим его такой здоровенный? Это вашей газлан. Он просто, это игра слов сгузаль, птенец, то есть грабитель. Все, что есть, все награблено. Проблема, которую здесь вызывает этот мидраж, это не соответствие некоторое тому, что я говорил до сих пор, а именно из сна Даниэля получается, что символ Греции это баран, простите, символ Персии это баран, а символ Греции это козел. Но мидраж говорит, нет, так, с точностью до наоборот, а именно три козы это Персия, а три барана это Греция. Как же это? Этот мидраж приводит Моораль, Моораль из Праги в своей книге Гврот Ашем. Отмечает он этот самый противоречий. Ну, что вообще противоречий не страшен. Как же оно разрешается? Здесь мидраж перечисляет вот этих животных, которые символизируют каждое из царств, в соответствии с его важностью. По важности, безусловно, сначала идут эти сверхдержавы, они идут здесь по нисходящей. Самая крупная, самая мощная сверхдержава была выгодна. по размаху захватов никто не может с ней сравниться. Вслед за Вавилонией, и поэтому представляет Вавилонию самое большое, самое крупное домашнее животное. Телка или быт. Корова. Вслед за этим по важности баран. Вслед за этим козел. Поэтому три барана это Греция, а после этого уже козлы это Перфия. Но что касается национального характера, то здесь все остается как во снах Даниэля. А именно баран он представляет собой его характер, если есть у барана характер, то его характер он сигнализирует. Характер персов, а козел греков. Почему баран с персами сверху? Баран с одной стороны его ценности в народном хозяйстве она большая. И шерсть мы с него имеем, и мясо мы с него имеем. Мы с него имеем. Это да. Но сам он тяжелый, неповоротливый и не очень умный. Вот такую тяжелую неповоротливость наши мудрецы видели именно и в персидском царстве. Может быть чуть-чуть углубим. Баран отмечает, что все эти царства они соответствуют три первых из них они соответствуют трем уровням человеческой личности. всегда когда мы что-то чем бы мы ни занимались мы всегда делаем одно из трех. Либо мы думаем, либо мы испытываем какие-то чувства, либо мы делаем какие-то действия физические. Это три уровня нашей деятельности и это три уровня, три этажа человеческой личности. Мысль, чувства, то есть желание, устремление, эмоции и физическая сторона. Самая-самая простая, самая-самая низкая. Три первых царства они располагаются именно таким образом. Что касается физической, самой грубой, самой простой стороны, это Персия и именно здесь было столкновение еврейского народа с Персами. Когда Персы хотели уничтожить во времена Ахашвироша, Аман хотел уничтожить евреев физически, просто простое уничтожение, столкновение именно на уровне физическом. Затем следующий уровень человеческий дух, стремление, желание, это уже соответствует Вавилон. Вавилония в конечном итоге они не собирались уничтожать евреев, им неинтересно было устраивать резни, это совсем было другое. Все, что они хотели, это только, и все столкновение было только на уровне духа. То есть они уничтожили еврейское государство, старались уничтожить еврейский национальный дух, поэтому изгнали еврейский народ из своей земли, чтобы оторвать его от своей стороны, от своей земли. Но в тот момент, когда евреи поселились в Вавилонии уже просто как граждане большой Вавилонской империи, больше в Вавилонии абсолютно не было, у них не было к евреям больше никаких претензий, никаких сложностей, никаких гонений, больше ничего не было. Все столкновение на уровне духа. Наконец, Греция, это самая высокая сторона здесь, а именно разум. Греки, конечно, символизируют разум. Козел, он куда более быстрое животное, не такое неповоротливое, как баран, но он символизирует здесь именно греков. Снова есть здесь некоторое отклонение. С одной стороны, я говорил, что все эти царства, они идут, из них самое важное это Вавилон, потому что его символизируют корова, тёлка, самые-самые крупные животные, а потом уже мы идём к мелкому рогатому скоту, бараны, козлы, это всё уже не то. А с другой стороны, с точки зрения человеческих сил и символов, получается, наоборот, самый важный, это же разум человека, это самое высшее, только потом уже человеческие стремления, желания, чувства, это уже самый-самый низ, это физическая часть. Это верно, но с точки зрения того, что большей частью руководит, когда человек действует, это верно. Человек либо думает, либо он испытывает стремление, желание, либо он совершает физические действия. Но самая высшая, самая высшая материя в человеке, конечно, это разум. А что доминирует в человеке? Человек большую часть жизни своей живёт, а смысленной, разумной жизни, конечно, нет. То, что двигает и то, что толкает человеком, это чувство, это главное. Чувство стремления, желания, воля, это то, что в человеке доминантное. Поэтому это оказывается наиболее важным, и Вавилон, которого характеризует, с одной стороны, он относится к человеческим чувствам, а характеризует его, символизирует его здесь, во всей этой истории, именно тёлка. Вроде бы на этом противоритии кончились. Так и нет. Есть ещё одна версия, совершенно уже неожиданная. А именно. Раби Авраам Ибнезра, один из очень интересных комментаторов Тора, самых древних, спрашивает, а где во всей этой структуре четырёх сверхдержав, а где ишмаянтяне? А где великий арабский халифат, а где ислам, где его место? Негативный вопрос. Так вот, в Мидраше, до сих пор я приводил Мидраж Береши Траба. Есть ещё один сборник Мидраши, Ялкут Шимони. Там объяснение символики нашей скотской символики совершенно другое. Тёлка – это четвёртое царство. Всё наоборот. То, с чего всё начинается. Тёлка, говорит, Ялкут Шимони – это четвёртое царство, то есть Эдом, Рим, то, что мы имеем до сегодняшнего дня. Баран – это персия, как по сну Даниэля точно. А то, что сказано в дальнейшем «тор в Эгозаль», слово «тор», которое мы до сих пор переводили как «горлица», Ялкут Шимони объясняет по-другому. Буквы «тав» и «шин» – они взаимозаменяются, они чередующиеся. В особенности в арамейском языке очень часто то, что обозначается в языке «торы» буквой «шин», то при переходе в арамейский, близкий к нему язык, обозначается буквой «тав». Так вот, слово «шор», «бык» в языке «торы» называется «тора» по-арамейски. Так вот, объясняет Ялкут Шимони, что вот это слово, которое у нас сказано, и мы его до сих пор переводили, «тор в Эгозаль» как «горлица» и «птенчик», «птенчик голубок», на самом деле не так. Это «тор», это «бык». Это «бык». И «горе к земле» продолжает дальше Ялкут Шимони. «Горе к земле, если прильнет бык к своей самке». Что это значит? Что это вдруг за романтика начинает? Когда бык прильнет к своей самке. Ну, его самка – это корова. В самом начале сказано, что тёлка, самка быка – это четвёртое царство. Четвёртое царство – царство Эдон, то есть римское царство. А тот, кто упомянут здесь последний, «тор» – это бык. Так вот, не дай бог, страшное дело совсем будет, если четвёртое царство Эдон, если оно прильнёт к самцу. Или наоборот, этот самец, бык, прильнёт к своей тёлке. О ком здесь идёт речь? Эдон – это мы уже говорили на прошлых занятиях. Четвёртое царство Эдон. Наши мудрецы связали его с Римом. Рим – Эдон. И если оно до сих пор, если нет больше, кроме четырёх царств, ничего больше нет, никакого Пятого царства не намечено, это значит, что и сегодня мы находимся, мир существует под властью Эдона. Что же это за власть Эдона? Потомки или наследники, наследники духовные, наследники политические Эдона – это речь идёт здесь о европейских христианских народах. Итак, словом «тёлка», по мнению Медража Ялкут Шимони, обозначается царство и народы европейские христианские. И не дай Бог, если бык прильнёт к вот этим вот самым европейским народам. А что же это за бык? Не исключено, что этот бык, о котором здесь идёт речь, это намёк как раз на Ишмаэля. То есть на ислам, на арабский халифат. Харамбан, когда он приводит, он, с одной стороны, приводит вот этот вопрос, вопрос Ибн Эзры, где же в строении четырёх сверхдержав, где же место для ишмельтян, где же место для арабов, отрицает он, с одной стороны, любую мысль о том, что четвёртое царство – это может быть арабский халифат, ибо четвёртое царство, ему совершенно ясно, это Эдон, наши мудрецы в один голос связывают его с Эдоном. Но вместе с тем, Рамбан в другом месте, в своём комментарии на книгу «Вайкра», Рамбан пишет так, что Всевышний обещал нам, в книге «Дворим», там, где сказано «И даст Бог все эти проклятия на твоих врагов и на твоих преследователей», значит, у нас есть враги и есть преследователи, и всем им Всевышний в дальнейшем обещает все те проклятия, которые сначала были на нашей голове, все он эти проклятия передаст на головы наших врагов и наших преследователей. Кто такие враги, кто такие преследователи, и чем враги отличаются от преследователей? Кто, Рамбан, кратко и немножко затуманено, имеются в виду твои враги, твои преследователи – это намёк на два народа, которые вечно преследуют нас. Какие два народа? А ты сам догадайся. Что это за два народа? Что намёк Рамбаначи видел? Это христиане с одной стороны и мусульмане с другой стороны. Если так, то получается, что Меддраш Фиалкут Шимони говорит, что самое страшное придёт, самое страшное время для нас будет, когда эти две силы, они сольются вместе. Пока мы имеем дело только с одними из них, то нас угнетают христиане, как, например, это было во времена изгнания из Испании. Страшный совершенно удар, который поднавнёс еврейскому народу христианский мир, уничтожил практически всю испанскую общину, был ужасный удар, но тогда, по крайней мере, еврейский народ нашёл прибежище в мусульманских странах. В тот момент, когда было тяжело, когда начали закручивать гайки мусульмане, можно было каким-то образом договориться с христианами. Кое-как можно просуществовать в этих условиях. Но, не дай бог, если они договорятся вместе, тогда это самое страшное время будет. А Рамбам в своём послании в Йемен, в конце, он пишет несколько очень интересных строчек. Послание в Йемен было написано Рамбам, это было письмо его ученику, который жил в Йемене. И там были очень тяжёлые времена. Тогда появился же Машеев, и начались мессианские чаяния. Обычно это преувеличенное ожидание скорого прихода Машеев, оно никогда ни к чему хорошему не приводило. И было тогда и в Йемене. И вот Рамбам пишет своему ученику то, что нам известно о том, как будет происходить приход Машеева, как будет происходить окончательная стадия еврейской и всей мировой истории. И он приводит там стих из пророка Ишаял. Стих очень непонят. И увидит пару всадников, всадника на осле, всадника на верблюде. И прислушается внимательно с таким великим вниманием. Что означает пара всадников? Кто такой всадник на осле? И кто такой всадник на верблюде? Пишет Рамбам так. Всадник на осле – это Машеев, о котором сказано «бедняк» и «верхом на осле». Такое у нас есть предание, когда Машеев придёт, а не его рухэ вэля хамор, придёт он как бедняк, и приедет он не на Кадиллаке, и даже не на арабском скакуне, а верхом на осле. Ну, известно, что Ешу из Назарета, который пытался выдавать себя в своё 2000 лет тому назад за Машеева, он тоже обставил свой въезд в Иерусалим, и именно таким образом срочно был куплен ему ослёнок, для того, чтобы въехать в Иерусалим именно так, как обещает пророк «верхом на осле». Так вот, итак, тот, кто «верхом на осле» – это Машеев, о нём сказано «бедняк» и «верхом на осле». Он явится, когда же он придёт, что все хотят знать. Так вот, он явится сразу, как только проедет всадник на верблюде. Кто такой всадник на верблюде? Есть только один народ, который едет в верхом на верблюде – это арабы. А шо ж такое тогда пара всадников? Кто всадник верхом на осле – понятно, Машеев. Всадник верхом на верблюде – тоже понятно. Арабы. А кто такой пара всадников? Это, пишет Рамбом, союз двух народов, а именно Эдома и Ишмаэля. И это становится ясным из описания обыдали. Ведь там у Даниэля, когда описывается самый первый сон, в котором и появляются четыре царства, это ещё сон не Даниэля, а сон царяна Ухаднецера, но Ухаднецер видит статую – голова и золото. Дальше – серебро, медь, а ноги у этой статуи – они из железа, смешанного с гончарной глиной. То есть здесь есть сочетание двух элементов – самого крепкого, стального, железного и самого хрупкого. Глины. Это, говорит Рамбом, вот это и есть тот самый намёк. На союз Эдома и Ишмаэля настанет время, когда эти две цивилизации перестанут бороться друг с другом. Они перестанут, они найдут, может быть, они не перестанут полностью народиться, но во всём, что касается еврейского народа, они найдут общий язык, общее понимание, и вот тогда-то будет там беда. И после того, как эта пара всадников уйдёт, вот только тогда приедет Рухэв Аляхамо, только тогда приедет тот, кто едет верхом на осле, а именно Машиех. Ну, а когда это будет известно? Когда это произойдёт? Это, естественно, неизвестно. И об этом сказано в Даниэле, что истинный срок этого времени нам неизвестен. Посмотрим ещё один важный момент. Когда Всевышний обещает, что будет то, что идёт прямым текстом, что будет египетское рабство, там сказано так. Ты должен знать, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой, и поработят их, будут угнетать их 400 лет. Ну, и над народом, которому они будут служить, я произведу суд. 400 лет. Если не приняться и посмотреть, а сколько времени длилось египетское пребывание евреев в Египте, то 400 лет там никак не набирается. Традиция наших мудрецов – это устная Тора, что всего пробыли в Египте 210 лет. Но всё-таки сказано здесь 400. Как это понимать? Раши говорит, давайте считать. Почему нам очевидно, что не может быть 400 лет? Берём текст Торы. Там сказано так. Из тех, кто пришёл в Египет, мы знаем, что Кеат был среди пришедших в Египте. Кеат был внуком, спросите, Кеат был дедом Моше. Кеат был среди пришедших в Египет. Ну а теперь посмотрим продолжительность жизни Кеата. 133 года. У Кеата был сын Амрам. Он прожил 137 лет. У Амрама был сын Моше. И ему было 80 лет, когда евреи покинули Египет. Простая арифметика – 133 и 137. И плюс ещё 80. 400 не набирается. Мы никак при всём желаем. А уж тем более, совсем неправильно было бы прописовывать здесь 133 и 137. Да потому что понятно, что сыновья не рождались в них в последний год жизни. Люди рожали тогда детей в возрасте 50-60 лет. Так что всего поколений, которые прибыли в Египте, Кеат, который был из тех, кто пришёл в Египет, Амрам тоже был в Египте, Моше третье поколение уходит из Египта и как-никак не набирается при всём желании 400 лет. А как же быть? В той же сказке 400 лет. Традиция наших мудрецов, которая записана в сборнике Седор-Улам, это сборник, посвящённый хронологии, и Раша его здесь цитирует, полностью полагается на этот сборник. Так вот Седор-Улам говорит так, что эти 400 лет, они от того момента от рождения Ицхака. Они не от того момента, как евреи пришли в Египет. А 400 лет здесь сказаны, поскольку Торо говорит, ты должен знать, что потомство твоё будет пришельцами в чужой земле. С того момента, как у Аврама будет потомство, то есть родится Ицхак, с этого дня, отчитая 400 лет, точно получится, Ицхак родился в Песах, 400 лет после этого и происходит исход из Египта. А то, что сказано здесь, 400 лет, имеется в виду три стадии. Первая стадия. Пришельцами будут в земле чужой. С момента рождения Ицхака Аврам живёт уже. Он покинул насиженные места, и он живёт у Плештин, то есть у тогдашних палестинцев, которые жили на побережье, на побережье Средиземного моря, или филистинляне, как они называются, в канонических переводах Торы. Палестинцы попросту. Он уже находится не на своём месте, он уже на птичьих правах, он уже пришелец. Так вот, эти три стадии. Сначала быть пришельцами не в своей земле, в чужой земле. Затем порабощение, а затем угнетение. Всё это вместе 400 лет. А само пребывание в Египте в этом всего 210 лет, намного-намного меньше. То, что сказано в книге Шмот, когда рассказывается об исходе из Египта, что евреи пробыли 430 лет, появляется новая цифра, как не 400, а 430 лет, это имеется в виду, объясняет Тамраши, от того дня, когда Авраму это порочество было сказано. И теперь, чтобы не запутаться ещё раз, получается так. Когда Авраму было сказано, с того момента, как Авраму было сказано это порочество, что потомствоё будет в земле чужой, будет пришельцами в чужой земле, их будут порабощать и угнетать, с этого момента, до исхода из Египта, прошло 430 лет. А 400 лет упомянуты и здесь, с момента появления на свет Ицхака, от рождения Ицхака, до исхода из Египта. А всего в Египте пробыли 210 лет. Замечательно. Если так, то делаем опять же небольшой подсчёт. Сегодня день, посвящённый арифметике. Получается, если, это мы знаем из дальнейшего текста, если Авраму было 100 лет, когда у него родился сын Ицхака. Это значит, что когда Всевышний заключает союз с Аврамом, здесь, между половинками, развлечёнными половинками, значит Авраму всего 70 лет. Получается? Если 430 лет от заключения союза до исхода из Египта, а 400 лет от рождения Ицхака до исхода из Египта, значит 30 лет разделяют эти два события, значит Авраму было всего 70 лет. Ну хорошо, и было ему 70 лет. Вот проблема. В чём проблема? Если мы читаем самое начало главы Лехлиха, то вам сказано, Авраму было 75 лет, когда он ушёл из Харана, когда он ушёл в землю Кнанскую. Получается, ему было 75 лет, когда он ушёл. Потом некоторое время он там находится, он идёт, он идёт в Египет, он расстаётся с Лотом, он поселяется в другом месте, случается война, он побеждает царей, он отбивает Лота, и тогда ему исполняется 70 лет. Поезд двигается в обратном направлении. Аврам вместо того, чтобы стареть, он только молодеет. Начинается всё, когда ему 75 лет, а потом через несколько глав мы добираемся, ему оказалось 70 лет. Как бы отвечает Седорулам, это не страшно на самом деле. Почему? Эйн мукдам у мэл хар бетур. Есть у нас принцип, который говорит, что события в Торе изложены не в хронологическом порядке. Совершенно верно. Получается так. По Седорулам мы вынуждены сказать, что Аврам отправлялся в страну, обетованную дважды в Святую Землю. Первый раз он пришёл туда, когда ему было всего 70 лет. И тогда он не пришёл со всеми своими чадами-домочадцами на ПМЖ. Он пришёл туда только временно. Тогда Всевышний заключил с ним союз. После этого Аврам вернулся к своему отцу к Терраху в Харан. А уже потом, когда ему только через пять лет после первого приезда в страну Исраиля, после этого он возвращается вторично в 75 лет. И на этот раз он уже окончательно бросает отца. Он уже приезжает на постоянное жительство в страну Исраиля. Есть ещё целый ряд мест в Торе, из которых явственно, очевидно, следует, что события изложены не в хронологическом порядке. Хорошо. Если не в хронологическом, а в каком? Ну, порядок же есть. Не просто так. Конечно. То есть Тора излагает события таким образом, что между ними есть смысловая связь. По смыслу не подходят друг к другу. Поэтому Тора взяла и сначала рассказала о том, что произошло, когда Абраму было 75 лет. А потом уже рассказала о том, что произошло с ним, когда Абраму было 70 лет. Почему так? В чём здесь дело? Из-за чего? Почему эта история о столкновении с царями? Почему эта история о войне с четырьмя царями и победой Абрама? И всё, что было в дальнейшем? Почему оно было рассказано? До того события, а события этой войны они произошли, до того, как был заключён союз с Абрамом. Ответ он вот как. Война эта, в которой Абрам изгнал четырёх царей, а эти четыре царя мы уже тоже видели, их имена, они тоже являются намёком на четыре царства, с которыми в дальнейшем еврейском народу придётся сталкиваться. Как заканчивается эта война? Война заканчивается так. И вышел царь с домским навстречу по возвращению его после поражения Кедар-Ломера и царей, что с ним? Куда он вышел навстречу Абраму? В долину Шаве, она же долина царская. Что это за долина Шаве? Она же долина царская. Долина Шаве, буквально долина ровная, объясняет там Раши, это не, это, он цитирует здесь, Медраж, Эмми Кашаве, вот эта долина ровная, Эмми Кашаве, на сегодняшний день это уже идиома, это значит Леоги, а Эмми Кашаве это прийти к полному согласию. Это было место, в котором забрались все представители народов мира и все пришли к полному согласию и пригласили Авраама над собой царём и начальником. То есть в этой войне, которая является в миниатюре, в миниатюре строением всех дальнейших столкновений еврейского народа со всеми народами мира, в ней Авраам одерживает победу. И эта победа заканчивается его триумфом, в котором все люди, живущие там, признают полную победу Авраама и ставят его над собой. Только после того, как Авраам одерживает эту победу и все приходят к полному согласию, только после этого Тора рассказывает о том, что Всевышний обещает Аврааму, что его потомки будут порабощены в земле чужой и не только в Египте, а там также ещё идут и четыре намёком идут ещё четыре царства. То есть вот это пророчество и предсказание о четырёх царствах, о том, что еврейскому народу придётся сталкиваться с этими четырьмя сверхдержавами и придётся быть у них в порабощении и придётся быть в изгнании у них, оно даётся, хотя оно было дано на самом деле, когда Аврааму было 70 лет, но в Торе оно даётся только после того, как описаны события, в которых Аврааму было уже намного больше, ему было уже 75 лет, а именно события столкновения с четырьмя реальными царями, Кедавлоумером и его союзниками, в котором Авраам одерживает победу и после этого он возвращается с победы, когда все народы мира, все те, кто знает о происходящем, все приходят к общему согласию и все проглашают Авраама правителем и своим царём. Только после этого Всевышний рассказывает о том, что нам предстоит в дальнейшем изгнание, пробощение, только после того, как обещана окончательная полная победа, только после этого рассказывается о всех испытаниях, которые мы предложены. Спасибо. Продолжение следует...